Сможете ли вы находиться в цехе? Ведь так жарко, спросили нас, когда мы согласовывали съемку по телефону. Но ощутить весь накал страстей в плавильном цехе можно лишь на собственном опыте. Кажется, температура зашкаливает, хотя я стою возле слитка, который, как мне сказали, уже остыл. Сказать, что в 20-м жарко, значит не сказать ничего. Когда жаром пышут все открытые печи, температура в цеховом пролете достигает 50 градусов. Мы наведались в цех в утреннее время, да и плавка шла всего в одной печи. Казалось, столбик термометра зашкаливал. Хотя в цехе нет стационарного прибора, замеры температуры здесь проводят регулярно. И, конечно, регулярно следят за соблюдением питьевого режима. Подвоз воды два раза в неделю у нас производится. Порядка 30 бутылок каждый раз. Поэтому вода у нас всегда прохладная, свежая. На выходные дни особенно мы под контроль это берем, чтобы, не дай бог, у нас люди остались без питьевой воды. 20-й цех небольшой, поэтому здесь одна питьевая точка, но воды в достатке. Можно набрать обычный бутилированный, можно из кулера есть холодная и горячая вода, можно сделать чай. Регламент рабочей смены позволяет плавильщикам короткие чаепития. От жары спасаются в комнате отдыха, где кондиционер поддерживает комфортную температуру. Отдохнуть можно, например, после загрузки печи, но только по очереди. Процесс плавления непрерывный и уйти в раз всей бригадой не получится. Иметь чайник на рабочем месте, как в былые времена, запрещают новые правила техники безопасности. Кипятили чай прямо на слитках, когда заформируется уже. Пили чай, сейчас запретили даже просто с собой носить кружки туда. Есть комната специальная, и появилась минутка, пошел, попил чаю, воды. Шесть часов у нас смена длится. На улице 30, на печке вообще невыносимо. Очень жарко. Самыми тяжелыми считаются дневная смена с часу до семи и вечерняя с семи до часу ночи. Как раз в это время цех прогревается и температура достигает максимальных значений. В остальное время, говорят плавильщики, работать чуть легче. Ночью открывают ворота, окна, фрамуги тоже постоянно открыты. Работа в цехе номер 20 кипит во всех смыслах. План, а это 600 тонн ферротитанов в месяц, 20 тонн сплавов на основе бронзы и в среднем по 30 тонн лигатуры для алюминиевого комплекса, будет сдан. Ведь у печей горячие ребята с железным характером.